добрый день все кто смотрит и видео канал планеты дзюдо и сегодня мы в гостях у одного человека очень интересного кто-то может узнает а кто не знает я напомню юра крещук основатель руководитель и вообще известная личность сергиево посаде клуб дзюдо каскад и мы сегодня да про меня забыл сказать да роман карась кто не знает ладно сегодня мы говорим о кодексе дзюдо или по-другому году дзюдоиста вообще вот вот этот плакат который у меня вот здесь на фотографии это подарен мне будут как раз юрой и висит у меня в клубе и несколько месяц назад у меня была идея сделать репортажи с ребятами и с людьми вообще вот по этому кодексу поэтому начнем что хочется узнать хочется узнать ваше мнение о тех качествах которые есть в этом кодексе человеческих качеств которые не прописаны как их можно развить с помощью дзюдо вообще возможно их развить с помощью дзюдо и как они соприкасаются с нашей повседневной жизнью и ну можно так сказать предисловие ваши потом пойду по пунктам ну что предисловие значит очень примечательно да и мудрые такие составляющие кодекса дзюдоиста которые не входят в противоречия ни в одной ни с одной на сегодняшний день существующей религии вот это как было во первых и во вторых а может быть и в первых да что это составляющие да ну нормальных естественно для нормального человека качеств тогда мы начнем по пункту и дополнительным буду вопрос задавать первым стоит дружба и здесь еще подпись такая самая чистая из всех человеческих чувств дружба конечно хорошо но как как это качество можно развить в человеке с помощью дзюдо или это вообще уже так этой или она есть или нет нет она есть и она действительно развивается развивается совершенствуются и до переходит по я бы сказал да по аналогии с любовью да то есть знаете когда мне было лет 25 я слышал такую фразу любовь созидает да что там созидает любовь любовь ну как знаете такое понятие а сейчас то я действительно понимаю что любовь созидает и уверен в этом и могу подискутировать на эту тему с людьми не согласна значит что касается дружбы она тоже имеет свои уровни качества и свои уровни крепости что ли да свои уровни выдержки если брать это скажем так образ скажем тогда каких-то таких спиртных напитков а выдержка такая найти то есть она выдержана но качество она не очень может быть это но вот все-таки знаете здесь очень много таких проверка дружба проверяется она укрепляется то есть некие жизненные этапы когда они проходят да вот дзюдо это знаете так да шуку дайсто это просто на самом деле это такой вид элитной но он не простой то есть он развивает во всех отношениях но вот в том числе да такие качества как дружба потому что но изучение дзюдо все-таки предполагает напарника или там группу людей которые вот занимаются и развиваются посредством дзюдо то есть по сути если ты человек не не дружелюбный ну по большому счету как бы ты даже не сможешь начать изучать дзюдо нет а в процессе и в процессе или нет нет я думаю что знаете как это же тоже да вот я сказал что это да при определенных в процессе до течение времени дружба да проходит определенные испытания в том или ином формате и становится ли крепче или просто разваливается на зависимости от той плоскости в которой люди взаимодействуют а здесь до человек приходит и он понимает ну то есть да то есть мы же понимаем что условий жизни у всех разный и для кого-то до дружбы это такое понятие не совсем как сказать понятное что ли вот я вам просто расскажу в двух словах историю да у меня есть старший сын его я часто его брал с собой на на встрече в баню еще куда-то да там со своими друзьями которыми с которыми меня связал дзюдо и у него видя когда мы общаемся как взаимодействуем как друг готовы друг другу помочь как друг другу до берешь да и кладешь в лучший кусок да из тарелки своему другу вот он всегда будучи маленьким никак не понимал почему у него таких нет друзей почему у него не складываются такие вот отношения там с одноклассниками сверстниками тогда а когда став достигнув более такого взрослого возраста он понял что он не видел немножко другой части где мы вместе тренировались тем и вместе помогали друг другу где был определенный там жизни который ему не был ну как это виден и он его не видел он видел только уже результат вот и как он это понял для него стало как говорится легче жить и вот взаимоотношения с людьми поменялись и вот кажется появились друзья и все как за жизнь приняла тот нормальный для него и переходим от дружбы от дружбы к следующему качеству который прописан в кодексе дзюдо уважение без уважения нет доверия уважение в дзюдо или как дзюдо способствует тому что это качество человеческое может быть разве вообще я не могу отделять дзюдо от жизни то есть да дзюдо это часть жизни человека да человек может жить без дзюдо да то есть сможет прожить да но вот что она помогает ему до становиться лучше да развивать какие-то в себе качества это тоже факт что касается уважения да но вот здесь очень четко сказано прямо без уважения уважение это доверие без доверия нет уважения потому что это очень важно доверять напарнику и самое главное доверять тренер учитель которому ты приходишь потому что если нет вот этого доверия взаимного не будет никакого результата я не спортивным я вообще говорю о результате обучения значит все таки хорошо но вы говорите дзюдо неотъемлемая часть жизни и так далее все таки дзюдо есть в некие упражнения скажем так если примитивно если примитивно есть упражнения которые используются для развития каких-то физических качеств значит если я не доверяю своему партнеру который меня вот сейчас готов бросить значение у него же или учет не пока не четверо не понимаю ну не то что либо я хочу уточнить еще раз уважение в том числе да наверное так если мы уже берем формат если я не доверяю да то есть след соответственно да я опасаюсь вот за себя следовательно я буду создавать некие помехи неосознанно для того чтобы меня он не бросил или с моей точки зрения бросил с меньше для меня потери там меньшими болевыми ощущениями и так далее вот если я человеку доверяю полностью да я двигаюсь туда куда надо я создаю ту реакцию на его воздействие да те все необходимые предпосылки которые могут быть созданы в единоборстве да в процессе единоборства который позволит моему напарнику улучшить свою технику и так далее но уважение да то есть это и желание помочь в том числе значит получается вот уважение это в том числе желание помочь это очень интересно потому что вот эту фразу я еще пока нет кого нет не слышал не слышу переходим к следующему искренность выражение чувств без фальши искренности и дзюдо и вообще вот когда искренность и бросок мороцу юнаги выражение чувств без фальши опять же да я я почему задаю вопрос да вот кодекс дзюдо понятно что может быть это где-то философская часть но все-таки когда-то каны он говорил уже этот как-то выписал да это все все эти качества но он сказал практикует дзюдо да ну а практиковать сюда можно и как с помощью отработки приемов и так еще по-другому но все-таки если мы отрабатываем прием ночь мы должны как-то искренность в себе воспитать ну вы знаете очевидно что любой труд осознанно он человек очищает очищает то есть понимать ценности да они более четко и ясно прорисовываются это с моей точки зрения да человек начинает понимать да что нужно радоваться до малому то есть и довольствоваться мало вот очень важно для человека чтобы он начал что чтобы хватало и когда вот это есть да ну вот дайте как сказать вот да это выражение чувств без фальши да то есть опять же я готов тебе помочь я говорю об этом искренне да то есть без каких-то моментов без желания создать какую-то двойное дно или получить за это что-то я просто это делаю души до искренне потому что но желаю этому всему может быть вот эти вот эти пункты да то есть таким образом будучи искренним вы подтверждаете следующие такие качества как как уважение таким образом вы проявляете к своему товарищу собеседнику и в то же время это показывает дружелюбные отношения можно какая цепочка и взаимосвязь в этом не ну она же вот вообще да я уже говорил по поводу да что этот кодекс зудаиста который но кодекс человек она знаете вот опять же возьму да то о чем я касался любовь любовь она не может существовать отдельно как ну какая-то субстанция понятие любви обязательно присутствует дружба я думаю что это очевидно и для вас и для всех людей что уважение тоже искренность тоже то есть вот так же и здесь она не может ну как сказать жить отдельно то есть это составляющие части одной общей ну там я не знаю системы мировоззрения характера там ну вот как то так поехали дальше по цепочке честность верность своему слову это вообще очень такой для меня на сегодняшний день больной вопрос с точки зрения воспитания моих учеников вот вот кстати поэтому хотелось вот как как каким образом во первых вы в своем клубе вот вот эти вот все качества воспитывайте да то есть вы как-то это проговариваете вообще что такое честность вы рассказываете ребятами у нас есть такая часть образовательного нашего процесса ну до тренировочного процесса вот и это неотъемлемая часть во время наших лагерей в том числе и проекта нашего любимого и известного уже так сказать скажем так во всем мире родившуюся в сергиево посаде семья джудо 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 образовательный час и всегда во время до любого лагеря мы касаемся вот этой части кодекса джудоистов вот то есть мы просим и дать свою интерпретацию с чем это связано маленький ребенок более старший у каждого свое понимание этого дела и они это проговаривают я какие-то вопросы да какие-то их высказывания и там тоже пытаюсь комментировать не оспаривать не осуждать а именно комментировать потому что вот карты на сегодняшний день у молодых людей я беру но возрастом от 10 до 16 лет понятие вот к честности к верности своему слову очень философская ну знаете это мужик сказал мужик сделал такой недостойно хозяин слова хочу дал хочу взял эти вот в этом здесь это не подходит к этому в этом не подходит да ну вот у них как-то они к этому сейчас относятся очень спокойно я стараюсь вот знаете очень много у меня уходит сил именно вот на эти на эти моменты когда если человек пообещал что-то сделать да вот да молодой человек который учится у меня джидо каким-то еще я не опять же не отделяют джидо от жизни да то есть у нас как-то она все так вот в комплексе идет очень много этих моментов до чтобы люди дав слова если у них по каким-то причинам да ну в жизни всякое бывает не получилось чтобы они объяснились извинились если необходимо то есть как-то чтобы была некая обратная связь если у человека не получилось выполнить но это опять-таки они под по сути если им не удается сдержать свое слово они должны быть честно они честно должны как бы сказать об этом да как игру вот объясниться извиниться это очень важно и для для человека в целом а для мужчины вот но как бы да мы все-таки когда-то все это делал позиционируем что все-таки это защитник семьи там да там добыча не знаю там как еще что-либо да ну то есть некий такой да мы не обижаем женщине ни в коем случае более того да я не то что там 10 110 приведу примеров когда женщины позиционировали свою большую честность порядочность и силу том числе силу духа чем мужчин поэтому ни в коем случае положа руку на сердце говорят души ни в коем случае просто ну как бы этот найти такой муж мужской максимализм такой да а вот вообще честность с помощью вот если мы возьмем такой вот больше раздел физической подготовки джюдо идет спарринг насколько насколько вообще как насколько честность влияет вообще вот такой понятия спарринге же когда особенно соревнования не каждый хочет быть честным ну это да здесь как как вот научить понимаете вот честно я недавно задал вопрос один интервью по этому поводу кодекс виду вот вот честность хорошо 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 у тебя бросили на соревнованиях на на япон судья дал вазарину ты понимаешь что это и по ты подойдешь к суде скажешь судья ты ошибся здесь и по вы знаете что вот настолько или все-таки не но во-первых судейство да это такая часть субъективное интересное мы сейчас касаться не будем но ведь понимаете честно отнестись вот к себе я понимаю о чем вы говорите но просто роман здесь же уровень опять же мы же развиваемся вот я вам даже сказал что 25 лет когда было да у меня понятия любви было несколько до иное чем сейчас через 25 лет встретимся и проверим понятия изменились я буду рад этому от души и понимаете вот сейчас да уже так сказать по прошествии времени несколько другое понимание туда и форма также и здесь понимаете то есть конечно же да когда молодой человек да он хочет выиграть и когда он его бросили на япон дата когда он бросил на вазаре ему дали япон да и вот все это делаем но к этому надо быть готовым то есть здесь должна быть высокая очень организация воспитание тогда здесь как бы много вот таких моментов которые ну они с течением времени там со всеми этим моментом то есть не все так просто человек несовершенен да да но мы будем стараться быть честным к этому надо стремиться обязательно и вы стараетесь быть честным знаете есть там уже у нас есть гримячий да ключ до такой вот туда парик где по преданиям сергей радонежский останавливался там есть такая фраза я ее не цитирую просто ног первым приближение грех сладостен но короток раскаяние больно и длительным вот если немножко так на это кажется переложить что вот именно да это и показывает что процесс развития человека он имеет свое место от на как это первых свои дни до окончания своей жизни поэтому развиваться совершенствоваться стараться быть чище лучше вот и от и в том числе и посредством дзюдо скромность говорить о себе без гордости да вот этот момент очень не такое понимаете вот особенно в свете такого большого популярности дзюдо как соревновательного вида деятельности как как вот с этим справляетесь вы в процессе вообще с этим справиться и как вы вы объясняете своим ученикам с помощью дзюдо как это можно быть скромным как дзюдо да это может быть скромным человеку но во первых нормальному человеку лучше не только дзюдо но и жизнь что вот ты сейчас здесь а завтра может быть там именно на пике и на вершине и у подножия вот второй момент да это такая субстанция которая развивается должна развиваться и помогать и должны развиваться все окружающий мир скажем так окружающие тебя люди семья первую очередь вот тренер сам человек ученик вот здесь ну как бы даже с точки зрения практической скромность она позволяет более быстро развиваться более быстро совершенствоваться и так далее то есть что-то у меня у нас